Часовой и ювелирный бренд Шапар уже давно ассоциируется с классическими автомобилями, благодаря своему сопредседателю Карлу Фридрику Шойфеле, который является страстным коллекционером старинных автомобилей. В результате Шапар с 1988 года является спонсором ралли ретро автомобилей Милли Милли, в котором каждый год принимает участие сам господин Шойфеле. Компания Шапар выпускала памятную модель для каждого ралли Милли Милли. Часы Милли Милли 2020 Race Edition этого года очень похожи на классическую модель Милли Милли Эдишн, но они более сдержанные, с стальным корпусом и черным алмазоподобным углеродистым покрытием, или украшенные безелем из розового золота. Хотя в основу модели 2020 года положен стандартный кронограф Милли Милли Классик Часы получили полностью черную обработку, которую Шапар также недавно применила к своим ультратонким часам LUC. Корпус с алмазоподобным углеродистым покрытием сочетается с циферблатом приглушенных цветов, который также как и стрелки был подвергнут пескоструйной обработке для получения матовой зернистой отделки. В результате общий облик получился более гармоничный и ясный. Модель этого года выглядит более современной, чем многие предыдущие выпуски хронографа Милли Милли, многие из которых были одеты в яркие гоночные цвета, такие как зеленый или красный. Благодаря темной отделке корпуса модель выглядит немного меньше, что является плюсом для относительно больших часов. Но хотя часы выглядят хорошо и выпущены ограниченным тиражом, их цена немного завышена. 6700 долларов за стальной корпус и еще 1700 долларов за золотой безель. В обеих моделях установлен модульный механизм ETA2894. Для сравнения, две недавно выпущенные версии часов с одинаковым механизмом, BR05 Chrono с более сложным корпусом стоит примерно на 10% дешевле, в то время как Лонжен Херитаж Токсидо стоит вдвое дешевле. Ралли Милли Милья или Тысяча Миль. Впервые проведенные в 1927 году являются одним из грандиозных событий классических автогонок. Первоначально это была автогонка, но после нескольких смертельных аварий в конце 1950-х годов она была преобразована в ралли. Сегодня в мероприятии могут принимать участие только классические автомобили, выпущенные до 1957 года, что делает его одновременно и ралли, и галереей лучших в мире старинных автомобилей. И это объясняет дизайн хронографа Милли Милья. Легкий налет ретро с пушерами в виде помпы. 42-мм корпус округлый, с куполообразным двухступенчатым безелем и циферблатом с большими арабскими цифрами, что придает часам сходства с приборной панелью автомобиля. Хотя модель 2020 года сохраняет тот же дизайн, он был урезан, но при этом остались некоторые продуманные детали. Использование контраста довольно эффективно для того, чтобы сделать часы более живыми, а также сохранить четкость изображения. Маркировка циферблата выполнена позолоченным принтом, что придает ему теплый винтажный оттенок, что усиливается в двухцветной версии. Циферблат сохраняет функциональный, удобно читаемый внешний вид, с матовыми стрелками и четкими арабскими часовыми метками, и традиционной эмблемой флага Милли Милья в положении 12 часов. Под серотонированной сапфировой задней крышкой находится сертифицированный хронометр ETA 2894, который представляет собой ETA 2892 в сочетании с модулем хронографа. Это бесшумный, надежный механизм, но не самый изящный. И он также имеет 42-часовой запас хода, что относительно мало по современным стандартам, где три дня все чаще являются нормой. Диаметр 42 мм, толщина 12,67 мм, стекло, сапфир, водонепроницаемость 50 метров, частота 28800 колебаний в час, 4 Гц, ремешок, ремешок из кожи теленка черного цвета с резиновой подкладкой. Ограниченная серия, 1000 штук из стали, 250 из стали и золота.